Как ты, как у тебя дела? Все хорошо, а ты как? Мне тоже все хорошо. Вы обычно не носите футболки, или просто сегодня ты решил не надевать футболку? Нет-нет, я монах, мы не носим футболки. Так ты индуц? Я саньясы. Ясно, я понял. У тебя, кстати, плохая связь. Надеюсь, связь наладится, и мои слова быстро будут доходить. И надеюсь, я тоже тебя буду слышать, иначе беседа не сможет состояться. Хорошо, начинай, можешь задавать вопросы, которые у тебя возникли. Вы думаете, что мы исповедуем многобожие, и что мы верим во множество богов? Тогда как мы верим в недвойственность. Вы верите в Аллаха и в то, что Он говорит с высоты семи небес. Мы верим в то, что наш Бог говорит повсюду. Это чистое сознание. Понимаешь, что я имею в виду? Вы считаете индусов многобожниками. Наш главный монах его называет... Парамачарья. Он говорит о том, что за каждым божеством есть лишь один Бог. Человек может следовать за разными божествами, и имена у них могут быть различными. Это могут быть различные божества, но за ними стоит один Бог. Каждый отдельный человек тоже является Богом. Мы верим в это. Вы верите в Аллаха, а мы верим в то, что мы — это Аллах. Ясно, я понял. Ты говоришь, что мы думаем, что вы исповедуете многобожие, но это так и есть. Я слышал, как ты это говорил. Позволь, я скажу. Я слушал тебя, не перебивая, и ты начал комментировать после моего первого предложения. Позволь, я скажу, а потом ты тоже сможешь ответить. Ладно? Мы только начали наш разговор, а ты приводишь факты из другой беседы. Итак, вернемся к нашей теме. Я утверждаю, что исходя из фактов, вы, ребята, абсолютно точно придерживаетесь многобожия. В этом нет сомнения. Но проблема еще и в том, что ты не понимаешь смысла термина «многобожия», и приходишь ко мне на эфир с обвинениями. Ты полагаешь, что многобожие – это вера в то, что помимо Бога есть еще божества. Не обязательно, что это единственное определение многобожия. В этом случае проявляется твое непонимание данной темы и того, как мусульмане воспринимают этот термин. Эту идею, которую ты предлагаешь, ты называешь «вахдат-уль-вуджуд». Мы знакомы с этим явлением. И были люди радикального мышления, которые тоже в это верили. Я хорошо знаю ваши убеждения и полагаю, что такая вера является многобожием. Убеждение о том, что все является Богом, считается многобожием. Я бы сказал, что подобное утверждение смехотворно и нелепо. К примеру, ты говоришь, что ты являешься Богом, но если я попрошу тебя перестать моргать хотя бы на несколько секунд, просто смотреть без моргания, сможешь ли ты так сделать, если ты являешься Богом? В этом смысле... Вот ты уже три-четыре раза моргнул. Если ты Бог, почему ты не можешь перестать моргать? Всевышний всемогущий, но ты даже самого себя не можешь заставить перестать моргать. Не говори, что ты Бог, потому что это звучит нелепо. Имеется в виду в сознании «своем я Бог». Здесь не имеется в виду базовые виды деятельности. Это не значит, что мы можем творить божественные действия, понимаешь? Нам нужно отделить возможности тела и воспринимать себя как чистое сознание. Но мы не можем быть просто чистым сознанием. У нас есть физическое тело. Нет-нет, это неправильное восприятие. Но я не завершил свою мысль. Послушай, даже если ты не согласен со мной, ты можешь потом сказать свои доводы. Я сказал, что мы являемся физическими существами с сознанием, которое мы называем душой. У нас две составляющие, не одна. Ваша проблема заключается в том, что вы разделяете эти два понятия. И эту проблему я обнаружил, изучая индуизм. Вы считаете, что ваша физическая оболочка несет в себе зло, и необходимо сосредоточиться на метафизической части или сознании. Но вам надо объединить в голове два этих понятия и принять как единое целое. Но я хорошо понимаю, зная то, о чем ты говоришь. Поверь, ты не говоришь мне о чем-то незнакомом. Если ты позволишь договорить мне до конца, то увидишь это. Но я абсолютно не согласен с таким мнением. Это не так. На самом деле, окружающая нас действительность имеет две части. Материальную часть, и она есть в людях. Мы состоим из крови, кожи, плоти и костей. Также объекты и предметы вокруг нас являются материальными. И вторая часть – это сознание, то есть душа, дарованная нам Всевышним. Но проблема не в этом. Проблема в том, что вы утверждаете, что наше сознание – это и есть Бог. Мы тоже используем слово «Бог», но наше понимание отличается от вашего. То сознание, которое вы называете Богом, мы так не воспринимаем. Когда мы говорим, что верим в Бога, мы верим в то, что Господь обладает определенными качествами. Он всемогущий, всезнающий, вечный и другие качества, присущие Всевышнему. Это то, во что мы верим. Но когда вы берете слово «Бог» и применяете его ко всему тому, что не входит в вышеописанные качества, то мы не верим в такое. Мы не считаем, что вы верите в единого Господа. Мы считаем, что вы неправильно используете данное понятие. И когда я слышу твои слова о том, что ты считаешь себя Богом, я отвечаю тебе, что подобное утверждение смехотворно, потому что ты элементарно не можешь перестать моргать. Но можно дойти еще до большей нелепости. К примеру, один человек убил другого, и по твоим словам выходит, что один Бог убил другого? Все это нелепо. Если воспринимать, что все является Богом, тогда размывается вообще понятие веры. Тогда и человека нет, и вообще ничего нет из существующего. Но в этом нет никакого смысла. Будучи людьми, мы интуитивно понимаем, что мы отдельно взятые создания. Мы существуем, у нас есть идеи, понимание, мы взаимодействуем друг с другом. И это является фактом. Поэтому, когда ты говоришь о твоей вере, то получается, что тебя не существует, а это не имеет никакого смысла. В Сирии жил один мусульманин, его звали Мансур. Он приехал в Индию. Он начал обучаться у индийского гуру. Затем вернулся обратно в Сирию и начал говорить о том, что он Аллах. Его звали Мансур Аль-Халладж. Да, да, его так и звали. Я знаю, о ком ты говоришь, но зачем ты мне это рассказываешь? К чему здесь его история? Он говорил, я Аллах. Его понимание было тем же, что и у индуистских монахов. Нет, нет, давай разберемся. Нет, нет, давай разберем этот момент. Он говорил, Ан-Аль-Хакк. Хакк – это истина. Но дело не в этом. Ты знаешь, что случилось с ним? Да, ему отрубили руки и ноги. Мусульмане отрубили ему руки и ноги. Фанатичные мусульмане это сделали. Давай сейчас не будем говорить о фанатиках, потому что если я начну говорить о фанатиках индусах, это будет просто. Пожалуйста, если ты начнешь говорить о фанатиках среди мусульмане, мне тоже придется высказаться. Он был из Сирии, и это сделали с ним фанатики, когда они обнаружили, что Мансур провозгласил себя Господом. Они были в ярости и стали называть его кафиром. И не позволили ему говорить о его убеждении. Он был первым мусульманином, который говорил о недвойственности. Ты не вполне понимаешь этот момент, но ладно. Сейчас для меня важно, чтобы ты понял кое-что. Пожалуйста, расслабься и послушай. Мне неинтересно подобные истории. Какой-то человек пошел куда-то, потом вернулся и что-то сказал. Меня не интересуют его слова. Мы говорили с тобой о понимании Господа, и я привел тебе доводы и убеждения, в которые мы верим, являясь мусульманами. Ты не ответил на это, не привел никакие разумные доводы, а лишь рассказал историю того человека. Какой-то человек из Сирии пошел туда и что-то сказал, но какое мне дело до его слов? Что касается его наказания, то на то была причина. Он совершил богохульство, и в исламе предусмотрено наказание за это. Он говорил о многобожии. В Индии мы почитаем этого человека. Мы вспоминаем о нем, ведь он говорил, что он Аллах, мы уважаем его. Он сам себя утвердил в этом. Любой человек может говорить такое. Я просто привел его в качестве примера. И также хотел сказать, что его очень ценят в Индии. Как тебя зовут? Меня зовут Джаг Диш. Хорошо, Джаг Диш. Послушай, конечно, вы, ребята, будете почитать его. Конечно, вы, ребята, будете почитать его. Но ты упускаешь один момент. Он приехал в вашу страну и попал под влияние ваших убеждений. Он вернулся с вашей верой, но не с нашей. И поэтому вы его почитаете. Ведь он верит в то же, что и вы. Но как это может служить доказательством для чего-то? Прости, я не понял тебя. Хорошо, я повторю еще раз. Я сказал, он приехал в вашу страну и попал под влияние ваших убеждений. Он вернулся с вашей верой и начал говорить то же, что и вы. Мы в это не верим. Так как это может стать аргументом? Дело в том, что мы уважаем разум, который смог отделить себя от физического тела и поверил в чистое сознание, в то, что мы являемся душой. С этим пониманием он вернулся в Сирию, но местным мусульманам это не понравилось. Они наказали этого человека и медленно довели его до смерти. Дело не в том, что им понравилось это или нет. Нет, существует закон о богохольстве, и этот закон может быть применен к любому человеку, к халаджу или кому-то еще, к любому, кто совершил подобный грех. Он совершил определенный вид богохольства и получил определенный вид наказания. А ты представляешь это так, как будто это исключительно он, из-за того, что он поехал в Индию и так далее? Но я тебе привожу факты, поскольку я хорошо знаю эту историю, и хорошо знаю, что там случилось. Но послушай, мне кажется, мы сейчас ходим кругами и повторяем одно и то же. Ты рассказал о своей вере, ты упомянул о человеке со схожими убеждениями, но мы не соглашаемся с этим, мы считаем, что эти доводы не имеют никакого смысла. А я привел тебе доводы, по которым я считаю данные убеждения нелепыми. Давай на этом сейчас попрощаемся, потому что я вижу, что есть еще желающие принять участие. При желании ты можешь подключиться в следующий раз и принять участие в другой беседе. Я благодарю тебя за прекрасные манеры и за то, как уважительно ты участвовал в беседе. Потому что зачастую в дебатах люди забывают о взаимном уважении. Поэтому я очень ценю твое поведение. И на этом завершим. Пока.